Некоторое время назад боссы Рено придумали довольно стройную схему под названием «Новая волна». За народные автомобили теперь отвечают марки Lada и Dacia, а сама Рено попробует делать совсем другие машины, более дорогие и престижные. Такие как Рено Австрал. Кстати, ни к астралу, ни к австралийцам необычное название не имеет никакого отношения. По официальной версии, загадочный Австрал — это всего лишь южанин от латинского «Australis», то бишь южный. По формату этот самый южанин представляет собой обычный городской кроссовер, вроде Volkswagen Tiguan. Правда, при этом французы нескромно декларируют королевский простор на заднем диване. Также из любопытного заявлены революционный интерьер, в котором царствуют мягкий отделочный пластик, натуральная кожа и деревянный шпон. Интересно, готовы ли поклонники марки Рено доплачивать за подобные излишества? В плане техники тоже есть чему удивиться. Скажем, у топовой 200-сильной версии между бензиновым и электрическим моторами установлена трехвальная коробка передач, без синхронизаторов и сцепления. Трогается машина на чистой электротяге, а ДВС запускается после начала движения. В момент смены ступени электроника согласовывает скорости вращения коленвала бензинового двигателя и ротора электрического мотора. К достоинствам столь неожиданной схемы приписана небывалая экономичность. Главное, чтобы французские инженеры не наступили на грабли своих немецких коллег. Ведь выпуская преселективные коробки DSG, концерн Volkswagen поначалу тоже видел только плюсы. Правда, менее мощные исполнения «Астрала» также сплошь гибридные, но устроены вполне традиционно. В их основе лежат малокубатурные движки, которым пристроены электрические 12- и 48-вольтовые довески. В платформе, которой щедро поделился свежий Nissan Qashqai, специалисты Renault тоже нашли место для передовых решений. Так, за доплату для кроссовера будет доступна полноуправляемое шасси. Другие поводы для гордости — это 32 системы помощи водителю. Новомодная центральная подушка безопасности, продвинутая матричная оптика, а также грандиозный тачскрин медиасистемы диагональю аж 12 дюймов. И еще, именно «Астрал» стал первым Renault, примеривший пакет Esprit Alpine, то есть альпийский воздух. В него включены особенная решетка радиатора, черный декор кузова, 20-дюймовые колеса, а также спортивные нотки в салоне. Продолжение следует...